Уникальные автилки попадают до нас. Обычно Toyota Land Cruiser 76 серии. Вона едина в Украине. 4,5 турбодизель. Дальше залитый туда стейдж один. Представляете, как вона еде? Ну что, всем доброго дня. У нас, как всегда, какие-то уникальные автилки попадают до нас на обзор. Подожди. Казалось бы, обычная Toyota Land Cruiser 76 серия. Но она единственная в Украине. Единственная. Ось эта Toyota единственная. Чемо единственная? Потому что это нестандартная, необычная автилка, в которой просто стоит двигатель. Такий самый, как и стоит в Toyota Land Cruiser 200 серии. 4,5 турбодизель. Ви вдумайтесь. Toyota 76 серии. З дуже шикарной проходимостью. В которой стоит 4,5 турбированный мотор. Дальше залитый туда стейдж один. Представляете, как вона еде? Просто аж заворачивается еде. Ну, просто огонь. Тому сьогодні мы вам расскажем про всю шикарную автилку. Розкажем ее плюсы и минусы також. Потому что я думаю, что много кто, какие обзоры, робил на этой автилке. Но на такую с 4,5 турбодизеля про жодно и немаше. Тому поехали. Вам расскажем и покажем, что ж тут такого шикарного и классного. И почему эта автилка отрозняется от других, которые у нас на данный момент есть на территории нашей Украины. Поехали. Розповім про всю шикарную автилку. Чим же вона відрізняется от основной массы автилок, которые вы можете увидеть у нас на территории нашей Украины, которые катаются по дорогам общего пользования. Эта автилка, вы уже зрозумели, с редким двигатом 4,5 турбодизеля, которая даже на сегодняшний день, сегодня у нас 2023 год, в Арабских Эмиратах коштует 61 тысячу долларов. Вона там коштует 61 тысячу долларов. Вы вдумайтесь. Ось эта 76 Toyota по сегодняшний день продается. Эта автилка, кстати, 2018 года. И столько денег, сколько вложили в эту автилку, ну, я так скажу, можно и побольше. Больше вложить, ну, просто уже нема куда сюда вкладывать. Тут сделали все, что только возможно. Самое, я бы так сказал, на то время, когда строилась эта автилка. Давайте будем загинать пальцы и перечислить. Итак, поехали. Как вы видите, задний и передний силовый бампера. Силовый бампера от компании АРБ. Также установлена лебедка 16 тысяча, не 16500, 16 тысяча. Вы думаете, это с запасом сделано таким, чтобы вы уже на 100% были уверены в том, что если вы где-то засядете с этой автилкой, вы спокойно могли вытягнуть себе. Запас очень хороший. На кевларе силовой бампер АРБшный, управление лебедкой выведено и здесь. Также имеется еще один пультик. Обычные АРБшные родные противотуманные фары. В передний бампер, в силовой, как вы видите, вставили парктроники. Тут стоит парктроник. Вы смотрите, в силовом бампере вырезали. Парктроник тут, тут парктроник. Также и в заднем силовом бампере также стоит парктроник. Далее, подвизка от компании Ironman Pro. Плюс 2,5 дюйма. Передний демпфер и так далее. Вся подвизка заменена. Стоят, как вы видите, такие непоганные. АТ-шная резинка. All-Terrain, новая. Это буквально недавно установили. Серия КМ2. Дуже непоганая резина, если вы автовку используете на каждый день. Ее вам хватит на такое небольшое бездорожье. Вона спокойно вырулить. И вы едете, откуда вы только не заедете или не засядете. Вот так скажем. Чому? Потому что в этой автовке максимальная комплектация блокировка заднего дифференциала и блокировка переднего дифференциала. Ну, реально круто. Хватает вам. Если вам нужно где-то, где-то выехать на этой автовке, даже на этой резине, не скажем вам про какую-то МТ-шную резину или про какой-то сильвер, то вы на этой резине с усіма блокировками и с этим крутым моментом этого двигателя, ну, блядь, ну, с легкостью выберетеся, где вам только нужно. Реально, реально комфортно, прикольно. Итак, плюсы вы зрозумели. И от разницы, и от основной массы. Итак, далее покажем. Давайте вам покажем, что тут изменилось в салоне. Цей салон полностью был, взроблена шума и виброизоляция полностью. Салон полностью разбирался и полностью все проклеило и взробило шумоизоляцию. Тому и двери сейчас совсем другие. Ну, по весу чуть-чуть отличаются, скажу вам так. Вы не почувствуете большого отличия, когда там, знаете, сильно шумоизолируют, и вы уже берете ту дверь, и она, но она уже не так, трошки открывается, и трошки она стала, трошки тяжелее, чем заводька. Далее, полная шумная виброизоляция. Перешит салон кожей, вы видите, кожные карты, кожные вставки, полностью каждое сиденье. Вы видите, каждое сиденье с подогревом, регулирование, которое вам только нужно. Вы видите, вот такие у нас, я не знаю, как правильно назвать, их называют подколенниками, которые вы можете выдвинуть для комфортной езды на дальние отстани. Далее, подивитесь, подлокотник, комплектация 2018-го року, тому и тут уже встроенный, как вы видите, стоит у нас вот этот подлокотник, в котором у нас есть что-то положить для документов, и вот такие два подстаканника. Ну, бомба, реально круто, вы себе уже можете комфортно ехать, а то не так, как у нас Toyota 76-го поколения, первого поколения, я бы так сказал, в котором вы садитесь, как садитесь в какой-то, ну, УАЗик. Вот, давайте, залазим мы в этот автомобиль. Порог силовой, тоже РБшный, который у нас повторяет, родной, это родной, это РБшный. Сели, вполне достаточно удобно и комфортно, боковые поддержки сидушек, подогревы, если вам нужно там в зимний какой-то период, да, чуть-чуть аскетическая панель такая, ну, как аскетично, я бы так сказал, на любителя. Некоторые в лендроверы садятся, они по сегодняшний день там некоторые делают с такой же панелью, точно так же 76-я Toyota. Но если вам не нужно сверх чего-то какого-то, все, у вас квадратная форма автомобиля, вы ее идеально чувствуете, идеально габариты в квадратных автомобилях чувствуются просто шикарно, я вам скажу, все. Здесь что у нас, давайте посмотрим, электропривода зеркал, вы полностью управляете всеми зеркалами, ну, ничего тут удивительного нету, в патролах тоже еще, там старые, там 90-х годов, это было все, это есть, но это Toyota тоже. Все, блокировка электрическая у нас заднего дифференциала, переднего дифференциала, подогревы заднего стекла, переднего стекла, отключение ESP, ESP-шка. Уже на этих мостах ESP-шка, датчики ABS на каждом колесе стоят и отключение вам ESP, антипробуксовочной системы. Круто, круто. Раздатка с понижайкой, ну, как и должно быть в этой комплектации, ну, и во всех Toyota 76-й серии. Вполне комфортабельное и даже сидение, вот, если мы возьмем и немножко проведем сравнение, там, с тем же Дефендером, то, вы понимаете, плюсы у кого больше, конечно, у 76-й. Вы садитесь в тот Дефендер, вы помните, когда я закрываю стекла, сажусь в Дефендер, я не помещаюсь, моя рука от стекла, от этого, о, они даже в двери сделали такую выемку, потому что, ну, ну, так, вот так Дефендер посчитал, инженеры, они так и сделали, все. Он очень маленький, здесь вы комфортабельно сядете, человек более, скажем, большей комплектности, чем я, спокойно поместится в этом автомобиле. На задних сидениях все точно так же, здесь, правда, сейчас сидушка в максимальном, в лежачем положении, скажем, вот, как я там сижу и ездил, да, здесь залезет только ребенок. Большой человек сюда не поместится, но, если поставить, вот, боковая сидушка для пассажира сделана, там вполне комфортабельно помещается еще один человек и спокойно может ехать там на дальние дистанции и так далее. Итак, давайте откроем капот и посмотрим на вот это шикарное сердце этой Тойотки. Открываете, вы сразу же видите перед собой что? Вы видите интеркулер, хороший. Для чего такого большого размера интеркулер нужен? Для того, чтобы пропустить максимально большую порцию воздуха, максимально ее охладить и подать уже в сами цилиндры. Для того, чтобы у вас и турбина принимала большую порцию воздуха, солярки, форсунки вливали, хорошую порцию солярки и все, и ваша машинка будет шикарно ехать. С этим 4,5 дизелем, ну, блин, ну, просто шагонь. 4,5 турбодизель для 76-й Тойоты, ну, это просто, просто бимба. Состояние тоже, вы посмотрите, какое хорошее, все в идеальном, в нормальном, живом, чистом виде. Нету такого, как вы открываете капот моего патрола и у вас здесь там жабы живут, знаете, там где-то уже кусты начинают прорастать и так далее. И мой патрол ездит, вы вдумайтесь, ездит. Это не то, что олдскульный автомобиль, это магикан из магикан, просто. Поэтому все отлично, все комфортно, очень хорошо сюда, видите, так моторчик вписывается. Казалось бы, да, 4,5 турбодизель в 76-й Тойоте, да еще на стейч-1 с прошивкой. Сколько это где-то, давайте так, под 300 лошадей, по сути, в нем сейчас есть. Я не скажу точно, я говорю приблизительные цифры такие. Вы прикиньте, как он едет там, он просто заворачивается. На стейч-1 где-то 11 литров расход у них, 11. Интересно, сколько она расходует топливо, ну, даже в каждодневном езде по городу. Ну, это такое, это не настолько важно, вы не будете смотреть те цифры расхода этого стейч-1, вам прибавил мощность, если нужно, сделал чуть экономнее мотор сам, да и все, и он едет просто шикарно. Это не 4,2, тут, который ватный, вы на обгон выезжаете, тапку в пол, а вы еще стоите, а вы еще никак не можете тронуться, чтобы нормально обогнать. 4,5, нажали, уехали и забыли. Все, поэтому шикарный, классный мотор. Про комфортабельность всего салона вы уже заразумили. Помнюсь, кожаный салон с педегривами, помнюсь, шумоизолированный. И, блин, просто комфортно и очень кайфово, я бы так сказал, автівка. Самое главное, что я вам не сказал, что эта автівка сейчас продается. И кто из вас хотел бы иметь себе такую автівку в описании под этим видео, я укажу два номера телефона, на которые вы можете телефоновать, и вам дадут полную и подробную, я бы так сказал, консультацию по этой автівке. И вы можете ее просто взять и приобрести. Потому что реально вона уникальна, вона единая, которая сейчас есть в Украине, в такой комплектации. И, я бы так сказал, с таким двигатом, ну реально такого нет. Вона, еще жоднои автівки, 4,5 турбодизелем на 76-й Тойоте я в Украине лично не встречал. И промоніторив все объявы, которые есть даже там в продажу и так далее, ну не существует. Нема такой автівки. Вона одна. У нас у нашего товарища, вы помните, ту 4,2 дизелем атмосферный, який с нами катался по Карпатам и так далее. Нашего Костика. Вона есть, да, вона тоже також заряжена, все покрашена, построена и так далее. Но она 4,2 атмосферным родным тойотовским дизелем. Тут 4,5 турбодизель. Это наиболее преимущество в сравнении с такими же 76-ми Тойотами. Ну и еще и рік. 2018-го вона в полной заряженной комплектации, я бы так сказал, автівка, яку сели, поехали, все. И ничего просто вам не нужно делать. В первую очередь, очень надежный 4,5 турбодизель. Надежная подвезка, полностью комплектирована с силовыми бамперами, лебедкой, шнорхелем, каждым комфортабельным салоном. Автівка, яку можно использовать и на каждый день. И, если вам нужно, вы ехали на таком бездорожье. И она даст фору еще будь-кому. Кроме патролу, вы понимаете. Будь-кому, но не патролу. Поэтому очень хорошая, комфортабельная и шикарная автівка, которая сейчас продается. И вы с радостью можете ее придбать, купить и насолоджаться с этой автівкой, как насолоджался властник этой автівки. Но сейчас пришли такие времена, что он решил ее просто продать. Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова